У меня в руках картонка с двумя щелями. Давайте посветим через эти щели на экран фонариком. На экране мы видим две яркие полосы, каждая из которых соответствует одной из щелей. И это совсем не удивительно. Но что будет, если щели сделать очень узкими, а расстояние между ними очень малым? Этим вопросом задался английский физик Томас Юнг 200 лет тому назад, в 1803 году. И мы попробуем повторить вслед за ним этот опыт. Чтобы прорезать две щели, мы взяли два бритвенных лезвия, проложили между ними лист бумаги и провели на фольге двойной разрез. Мы получили две щели на расстоянии 0,3 мм друг от друга. А ширина каждой из щелей еще много меньше этого расстояния. Мы установили оправу с щелями на оптической скамье. А освещать щели будем зеленым лазером. Перед лазером стоит линза, которая расширяет световой пучок лазера так, чтобы обе щели были освещены. А изображение щелей мы будем наблюдать вот на этом экране. Включаем лазер. И видим на экране удивительную картину, которую, конечно же, лучше рассматривать в полной темноте. Эта картина состоит из целой череды узких равноудаленных полосок, которые занимают по ширине целых 6 см. И она нисколько не похожа на две полосы, соответствующие двум щелям на небольшом расстоянии друг от друга. Так что может показаться, что результат этого опыта противоречит всякому здравому смыслу. Здравый смысл говорил нам, что из фонарика во все стороны расходятся прямолинейные световые лучи. И те из них, которые проходят через щели, дают изображение на заднем экране. Этой картины придерживались такие знаменитые ученые 17 века, как Рене Декарт и Исаак Ньютон, считавшие, что свет переносится мельчайшими прямолинейно движущимися частицами. Однако их современник Христиан Гюйгенс предложил совсем другую теорию распространения света, в которой свет сравнивался со звуковыми волнами или с волнами на поверхности воды. Пусть у нас имеется источник волн, который облучает обе щели. Согласно принципу Гюйгенса, эти щели сами работают как вторичные источники, и они переизлучают волны на той же самой частоте, что и первичный источник. В результате на поверхности воды образуется характерная картина, состоящая из полос с заметной амплитудой волн, разделенных другими линиями, на которых амплитуда волн уменьшается до нуля. Поэтому если мы поставим напротив источников экран, то на нем будут чередоваться полосы, которые в случае света можно назвать освещенными и неосвещенными. Выведем теперь формулу для расстояния между освещенными полосами на экране. Пусть напротив экрана, на расстоянии L от него, находятся две близко расположенные щели. В нашем опыте расстояние до экрана было порядка одного метра, а расстояние между щелями было меньше одного миллиметра, в несколько тысяч раз меньше. Поэтому нам будет удобно перерисовать щели совсем в другом масштабе. Вот расстояние D между ними. Напротив щелей всегда находится яркая полоса, потому что обе щели излучают свет на одной частоте и в одной фазе, и когда эти сигналы доходят до экрана, они складываются и усиливают друг друга. Эту центральную полосу удобно называть нулевой. Теперь поговорим о том, как образуется первая яркая полоса, находящаяся на расстоянии S от нулевой. От щелей к этой точке идут два луча, но в масштабе этого чертежа они практически совпадают. поэтому в укрупненном масштабе я могу нарисовать их параллельными. Освещённые полосы это такие места на экране, куда волны от обоих источников приходят в одной фазе, и поэтому они усиливают друг друга. Как же получается яркая полоса в этой точке? Для этого надо, чтобы горбы и впадины двух волн снова совпали. Так получается, когда разность хода составляет одну длину волны. У нас на чертеже образовались два подобных прямоугольных треугольника. Большой, с катетами L и S, и малый, с гипотенузой D и катетом лямбда. И мы можем составить пропорцию. В малом треугольнике катет лямбда так относится к гипотенузе D, как в большом треугольнике катет S относится к его гипотенузе, которая практически равна катету L, потому что угол напротив катета S очень мал. Теперь из этой пропорции можно выразить расстояние между соседними яркими полосами. S равно лямбда умножить на L и поделить на D. Для следующих ярких полос разность хода составляет две длины волны, три длины волны и т.д. Из этой формулы видно, что расстояние S между полосами тем больше, чем меньше расстояние между щелями D и чем больше длина волны лямбда. А темные полосы находятся посередине между светлыми, когда разность хода равна полуцелому числу волн. А теперь поставим в нашу установку фабричные щели с известными параметрами. Освещать их будем не только зеленым, но и красным лазером. Наш зеленый лазер имеет длину волны 532 нм, а красный – 650 нм, в 1,2 раза длиннее. И в полном соответствии с этими длинами волн, полосы в красной интерферационной картине оказались в 1,2 раза шире, чем в зеленой. Так что на 6 зеленых полос приходится 5 красных. А сам Юнг выразил из этой пропорции длину световой волны лямбда через те параметры, которые можно измерить в эксперименте. Это было первое в истории физики измерение длины световой волны. Она оказалась в 200 раз меньше толщины человеческого волоса. А теперь наш традиционный вопрос. Если увеличить выдержку фотоаппарата до 1 секунды, мы увидим на экране вот такую картину. Здесь интерферационные линии идут не сплошной полосой, но разделены темными промежутками, отстоящими друг от друга на равные расстояния. Но в нашей простейшей теории никаких провалов не было. Откуда же они берутся? Давайте обсудим этот вопрос в комментариях к нашему ролику на ютубе.